В этом году открытую лабораторную Сарфти посвятили химическим исследованиям. Проверить свои знания в области этого предмета пришло более 100 саровчан. Всем им предстояло за 30 минут ответить на несколько блоков вопросов. Среди участников на трибунах можно было встретить школьников, студентов, работников различных предприятий и преподавателей вуза. Мы такую акцию организовывали второй раз. Первая акция у нас проходила в феврале. Мы получили очень положительный опыт. Поэтому, как только организаторы заявили о начале следующей акции, мы в первых рядах зарегистрировали площадку. Варвара Сергеева на открытую лабораторную пришла вместе с мамой. Девочка призналась, что пройти тесты ей не составило труда. Почти на все вопросы она знала ответы. Вопросы были, например, про фейерверк. Какого цвета? Что нужно добавить в фейерверк, чтобы он был синим? Я решила, что это на миг, но я не уверена. Я вспомнила это случайно. Из мультика про смешариков «Пин-код». Там рассказывалось про то, как делается фейерверк. Алена Севастьянова на химическую лабораторную пришла не случайно. Девушка готовится сдавать ЕГЭ по этому предмету. Как только она узнала о научном мероприятии, не задумываясь, решила принять в нем участие. Мне очень захотелось поучаствовать, чтобы проверить свои знания и что-то узнать новое. Здесь были задания по химии. Они не требуют профессиональных знаний. Это в основном какие-то практические знания, то есть то, что мы применяем в быту. После того, как все бланки были сданы, участникам открытой лабораторной предложили подробно разобрать задания. Останавливаясь на каждом вопросе, специалисты указывали зрителям на их ошибки. В конце вечера победители открытой лабораторной наградили дипломами и памятными подарками. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.